здрасте добрый добрый день всех приветствую я александр фридмарк кто со мной не знаком вот сейчас еще дело чтобы не было видно вообще быть замечательно отлично мы сегодня с вами будем говорить о том как практически каждодневно нам пытаться преуспеть в жизни не только пытаться но и преуспевать и я думаю что мы все не успеем осветить всю тему поэтому часть мы отложим на следующее занятие продолжение у нас будет но тема замечательная подчеркнул я как бы информацию о том о чем хочу вам рассказать у робина шармы так есть такой специалист по лидерству и коуч преподаватель писатель кем он только не является вот и мне очень понравился его подход я решил с вами вот поделиться изучая его подход решил с вами поделиться потому что мне кажется то о чем он говорит просто необходимо понимать и уметь каждому человеку вот речь пойдет о следующем что мы сейчас будем говорить о правилах того каким образом приходить к успеху мы с вами говорили на предыдущих наших встречах о основных подходах вообще законах мироздания взаимодействия мироздания мы говорили о том что есть единая сила это творец который создал все мироздание и все в мире является лишь его проявлением поэтому и мы в том числе с вами тоже являемся лишь его проявлением поэтому умение строить правильные отношения с творцом именно не манипулятивные отношения подчеркиваю а правильные отношения искренние открытое отношение с творцом они дают нам возможность пребывать в гармонии в по сути дела в любых аспектах нашей жизни и те принципы о которых я сегодня буду говорить на мой взгляд очень четко и вымеренно объясняют как пошагово приближаться к тому чтобы быть успешными неважно о какой сфере деятельности нашей жизнедеятельности пойдет речь сразу же нужно отметить следующий принцип что в нашей жизни все устроено таким образом что мы должны для того чтобы чем-то обладать обладать гармонично я сейчас объясню что это значит для того чтобы чем-то обладать нужно приложить усилие иногда очень серьезные усилия вспомните любое какое-то обучение достижение каких-то навыков всегда эти навыки приобретаются именно с приложением усилий стараний и терпением да то есть например вспомните ну как я понимаю большинство слушателей родители даже есть не родители все равно вспомните как ребенок учится ходить сколько раз он падает пока он учится ходить но он не отчаивается он поднимается идет дальше и абсолютно не расстраивается по этому поводу поначалу ему страшно ходить он держится за что-нибудь да детки держатся мы ему говорим иди ко мне он не тебе не пойду я сейчас присяду проползу там как-то доберусь до тебя но идти боюсь и ребенку приходится преодолеть этот страх на каком-то этапе абсолютно по тому же принципу происходит и наше достижение неважно чего абсолютно всего в жизни в нашей и очень часто уже на более взрослом уровне для того чтобы чего-то достичь нам нужно не не просто преодолевать свои трудности даже даже иногда страдать но страдания как мы с вами прошлый раз говорили она оправдана и если если ты понимаешь ради чего ты страдаешь так вот например то что вот я переживал своей жизни когда я мне очень хотелось в 16 лет научиться играть на гитаре мой друг показал мне там азы аккорды игры на гитаре и я начал тренироваться мне так нравилось и так хотелось играть что я помню что там через несколько дней пальцы левой руки ну просто подушечки пальцев которые зажимают струны они были настолько воспалены что к ним не тоже там прикоснуться смотреть на них было больно но со временем они так затвердели профессионально как у гитаристов твердеют эти подушечки такие мозоли рабочие образуется тоже не чувствуешь более при зажатии струн и тебе это очень помогает продвигаться потому что каждое нажатие пальцем не вызывает у тебя боли который отвлекает там от учебы игры на инструменте теперь даже проходя все эти страдания и очень желая научиться чему-либо обычно мы хотим научиться как кто-то играть там ну например возьмем обучение игре на музыкальных инструментах и очень часто здесь происходит ошибка в том что человек говорит я хочу там допустим играть на скрипке как давид ойстрах да или яша хэйфит или как поганини то есть самое главное не перепутать ориентиры то есть ты можешь сказать что я я стремлюсь к тому чтобы быть классным скрипачем например да но я буду классным скрипачем таким каким я могу быть то есть это не значит что я от себя не требую я очень хочу быть но даже если у меня не получится быть скорее всего как поганини или другие выдающиеся скрипачи это не значит что я провалился потому что если я буду соревноваться с кем-то то этот человек может быть талантливее у него есть предрасположенность к тому чтобы быть более успешным в какой-то сфере более успешным чем я да то вероятность провала когда сравниваю себя с кем-то она бесконечно велика при этом если я соревнуюсь и конкурирую только с самим собой то во первых я всегда выигрываю да не нужно как бы считать себя но полным дураком там вот я сегодня скрипач лучше чем вчера потому что я уже купил себе скрипку а вчера у меня еще не было разумеется нет но я тренируюсь я смотрю что умеют другие люди я стараюсь набираться от них самого лучшего но опять же соревнование происходит только с самим собой ни с кем другим соревнование просто бессмысленно соревноваться можно сказать но хорошо если я если я хочу бегать быстрее всех ну я могу тренироваться бегать я могу там хотеть победить но опять же как бы если даже я не победил это не значит что я не состоялся то есть вот в подобном мировоззрении базирующимся на конкуренции мы очень много теряем потому что мы теряем себя самое главное что мы теряем это теряем себя и я общался с большим количеством например спас профессиональных спортсменов или нет не только общался там читал о них и большинство из них не то чтобы сожалеют о том что они ну отдали свою жизнь профессиональному спорту но они все как бы имеют очень большие пара проблемы чаще всего со здоровьем большинство из них имеет колоссальные проблемы со здоровьем то есть профессиональный спорт он очень часто негативно влияет на здоровье человека люди просто сгорают при этом и когда я спрашивал тех с кем общался игру но как же вот ваши медали награды ну хорошо я радовался этому в тот момент когда победил и сейчас вот там я в списках победивших но как бы де-факто в данный момент я там например больной человек инвалид не дай бог вот мы об этом еще сегодня поподробнее поговорим там о о достижениях и какова должна быть природа наших достижений вот и мне вспоминается история об одном еврейском мудреце который вызывали раби зуша из они поля он жил где-то лет 200 250 назад о нем есть колоссальное количество историй очень поучительных мудрейший человек и вот одно из его высказываний было таково что он говорил что когда я уже закончу свой путь в этом мире и уйду в другой мир да то на небесном суде меня не спросят почему я не был таким праведным как мошарабейну как моисей да меня спросят почему я не был таким праведным каким должен был быть зуша то есть у нас есть ориентиры мы можем на кого-то пытаться равняться но соревноваться только с самим собой со своей ленностью со своей гордыней с каким-то безразличием у всех этих блокирующих факторов назовем их так существует своя подсознательная природа то есть понимаете для того чтобы лениться таком замечательном интересном ну просто бесконечно интересном мире нужно прикладывать колоссальные усилия о которых мы себе часто не не отдаем ответа и очень часто ленность человека она базируется ну из моего там более чем 20-летнего опыта работы в психотерапии обычно ленность базируется на том что почему человек ленится что-то делать ведь ему же будет хорошо если он это будет делать он явно от этого как-то преуспеет у него что-то ну куда-то он будет продвигаться в жизни и все-таки он не делает чаще всего в большинстве случаев ленность человека базируется на страхе провала то есть у меня все равно не получится но так что я буду сейчас дергаться и и и что-то пытаться делать я лучше просто ничего не буду делать и и и все и и еще раз не мне не придется убедиться в своей несостоятельности я не почувствую этого неприятного ощущения провала и всех других неприятных ощущений которые как бы сопутствуют неудача в наших же в нашей жизни вот поэтому человек человек выбирает ничего не делать просто и любое наше действие или бездействие которое является действием со знаком минус да если мы повторяем из раза в раз подобное поведение то это становится нашей привычкой и и став нашей привычкой это приводит к тому что мы начинаем вести так себя всегда и как бы подобный подход в нас укореняется и потом менять его просто сложнее всегда можно поменять но сложнее мы будем еще говорить о том как все-таки стоило бы менять наши такие негативные тормозящие привычки чуть позже итак правило номер один нужно воплощать идеи в жизнь то есть иметь представление о чем-то это мало есть много людей которые учатся много читают книги посещают всевозможные лекции курсы и так далее но при этом в их жизни мало что меняется потому что знать что-то и уметь что-то это разные вещи помните как в одессе говорят от вот тебе да на тебе да очень большая разница и вспоминается помните киса воробьянинов в двенадцати стульях когда он в пятигорском провале должен был просить милостыню на разных языках вот вот и он когда тренировался он говорил так по-русски я знаю там по-французски там по-немецки я знаю по-французски это так то звучит вот и когда ему нужно было просить он уже просил вот то что он повторял а про русский и французский но это я знаю как нужно просить то есть он даже не делал а а помнил что он это умеет но не делал вот так чтобы нам не оказываться с вами в такой ситуации нужно стараться приучать себя к такому принципу жизненному что все хорошее что ты узнаешь старайся использовать вот даже мудрецы торы советуют человеку который изучает тору то есть свод законов о мироздании о том как человек должен вести себя в этом в нашем мире наши мудрецы советуют что все что сегодня выучил в доме учения подумай о том как ты сегодня же начинаешь это применять то есть любые знания умения навыки должны применяться потому что если они не применяются то ничего не меняется мы с вами как-то говорили о том что наш мир вот физический мир с точки зрения духовности это мир действия то есть мир в котором что-то можно менять совершенствовать и улучшать и если мы с вами этого не делаем то мы просто упускаем шансы упускаем свои шансы на преобразование и улучшение поэтому все что мы изучаем мы должны разумеется все хорошее да что мы изучаем мы должны применять в жизни как бы видно по жизни что все успешные предприниматели там как мы говорили сегодня музыканты и вообще любые мастера своего дела можно сказать что их объединяет их упорство и сильнейшее желание применять и таким образом повторять и репетировать свои навыки и таким образом приобретается мастерство постоянным повторением каких-то действий каких-то процессов да и ты то что называется набиваешь себе руку то есть ты ты становишься мастером ты настолько чувствуешь то чем ты занимаешься что уровень твоих возможностей все время растет поэтому все что мы учим нам нужно постоянно стараться применять это на практике как я говорил что я много времени уделяю работе с парами у которых есть какие-то проблемы в отношениях то есть учу людей как жить мирно и счастливо в семье мужа и жен да и знаете у кого получается у тех кто отрабатывают дома то о чем мы говорим на встрече то есть выполняют мои домашние задания ну тут как бы о чем говорить все мы это прекрасно с детства знаем тот кто учится тот кто отрабатывает повторяет репетирует у того начинает получаться и для того чтобы достичь максимума иногда приходится даже чуть-чуть пострадать иногда чуть больше иногда чуть меньше но это этот термин он не должен нас пугать то что люди очень боятся страданий а здесь страдание оно как бы ну если можно так сказать в хорошем плане да не то что пострадать ощутить какие-то неудобства то есть например когда человек занимается развитием своего физического тела то есть там занимается спортом поднимает какие-то тяжести для этого работает на каких-то тренажерах то на определенном этапе ему приходится вот то что называется через силу прикладывать страдания иногда это вызывает боль неудобства какие-то неприятные ощущения но все равно человек это делает почему потому что он хочет достичь и развиться и вот развитие допустим мускулатуры как раз идет тогда когда ты вот делаешь уже ну как говорится на грани своих возможностей да иногда через силу делаешь потому что ты понимаешь что вот ты должен выполнить такой-то там такое-то количество подходов к снаряду и такое-то количество там поднимание этого груза веса верни вот поэтому или или когда мы там сдаем какой-то экзамен готовимся или пишем работу какую-то то есть вот мы над чем-то работаем иногда трудно сложно мы не можем даже мы решаем что мы не можем встретиться с друзьями провести приятное время потому что у меня есть работа я должен ее закончить я должен довести до ума там вот свой труд какой-то и когда у нас это получается и мы видим что вот мы достигли успеха то нас это может быть даже радует чем там та вечеринка которую мы пропустили потому что у нас есть цель мы идем к этой поставленной цели и так устроен наш мир что когда мы идем к цели и делаем правильно мы от этого получаем удовлетворение и чувствуем себя счастливыми теперь второе правило это необходимость постоянно стремится к баснословному успеху то есть стараться быть легендарным в своем деле что это значит это не значит что нужно как бы всем на каждом углу кричать какой-то замечательный какой-то мастер своего дела а на деле доказывать это то есть производить выдавать какой-то продукт либо материальный либо как-то еще этот продукт выглядит твоей жизнедеятельности да что твоего труда что что как бы он оценивается как вот действительно очень качественный как продукт высокого уровня теперь чем чем более успешными мы становимся тем легче нам нам провалиться оступиться то есть когда у человека что-то получилось до томся он себя как-то зарекомендовал от него ждут хотя бы таких же результатов или лучших результатов теперь допустим если это в искусстве например человек написал песню исполнен он стало шлягером написать второй шлягер сложно но возможно третий пятый десятый уже удается только вот избранным то есть поддержание успеха своего иногда более трудоемкий процесс чем достижение этого успеха достигать успеха тоже сложно но ты как бы вот достиг ты до добрался допрыгнул до куда-то но но оставаться на этом уровне да то есть подпрыгнуть можно вот как не упасть обратно то есть как как взлететь как как махать крылышками чтобы продолжать лететь так вот для того чтобы достичь успеха есть несколько при то есть мы сказали что нужно приложение усилий усидчивость целеустремленность старания и так далее умение там пожертвовать чем-то умение испытать какие-то какие-то неудобства и даже страдания но вот чтобы удержать успех нужно понимать что ты становишься уязвимым уязвимым потому что уязвимым в каком плане в первую очередь в эмоциональном плане да что есть за могут быть завистники могут быть какие-то там злопыхатели могут быть люди которые просто не верят в твой успех и когда там ребенок говорит что вот у меня каждый из мальчиков на каком-то этапе своего развития моих сыновей они все говорили что они обязательно будут футболистами известными футболистами вот ну можно ребенку сказать это ты что там те никаких шансов нету потому что нету и все а можно ему сказать хорошо хочешь быть футболистом пожалуйста будь футболистом давай тренируйся будь футболистом а потому что для того чтобы мы преуспевали в чем-то нам очень часто нужна поддержка очень мало есть людей которым вообще не важно чего никто не поддерживает как говорится человек животное стадное да то есть нам нужно признание признание окружающих и особенно если самые близкие наши люди тем более родители да в детстве не поддерживают нас не дают нам ощущение какого-то признания то очень сложно человеку продвигаться достигать успеха и мы будем дальше говорить что любой успех он не падает вот на голову ну как обычно там пытаются показать в кинематографе что вот такая золушка золушка бизнеса вот она была не тем и вдруг стало всем редко такое тоже бывает но в принципе в большинстве случаев успех это результат серьезного тяжелого и продолжительного труда одного человека или иногда целых компаний и корпораций вот и мало того что труда еще колоссального количества провалов то есть по сути дела любой провал очень часто людям служит сигналом к тому чтобы прекратить вообще свои занятия свое какое-то попытка достижения чего-то на самом деле любой провал можно рассматривать как вот спосланный свыше сигнал о том что вот что-то сейчас не так но можно сделать небольшую передышку абстрагироваться посмотреть со стороны на ситуацию и увидеть что на самом деле свыше как бы от нас ждут да и свыше и сниже то есть почему у нас не получилось в прошлый раз что нужно поменять или как нужно поменяться чтобы продолжать путь к своей цели а поэтому чем более высокого уровня ты достигаешь тем более ты уязвим и например там в таких повседневных областях нашей жизни как наше отношение в семье финансовая ситуация то как мы себя позиционируем в обществе чем больше ты достигаешь тем сложнее тебе продвигаться иногда дальше то есть ну например возьмем отношения в семье там вот вчера ты постарался и что-то сделал одноразово что порадовало там твою жену или твоего мужа теперь завтра завтра от тебя как бы ждут либо того же либо похожего может у тебя нет на это настроения или ты устал у тебя нет сил поэтому нужно понимать что постоянство в процессе в процессе роста дает ощущение счастья и успеха очень часто сегодня используют такую притчу аллегорию о том что когда спрашивают пожилую пару которая прожила вместе там 70 лет им уже за 90 спрашивают как вы могли прожить так долго но они говорят что во-первых мы всю жизнь терпели друг друга почему потому что только уступая преодолевая какие-то сложности трудности страдания можно сохранить отношения не бывает лучезарных таких вот постоянных отношений бывает лучше хуже но но всегда будут какие-то сложности и трудности потому что два абсолютно разных человека несмотря на то что они уже привыкли к друг другу и знают друг друга досконально все равно они разные и у них в чем-то будут разные мнения разные потребности и так далее и второй момент который обычно эти пары говорят что помимо того что мы умеем научились терпеть друг друга мы научились вкладывать в друг друга да потому что когда тот в кого мы вкладываем того мы и любим он нам дорог и третий момент это то что люди эти шутят что мы относимся к поколению когда не было одноразовой ничего одноразового ни посуды ни каких-то других предметов быта да все нужно было чинить поэтому если отношения портились их чинили они выбрасывали как одноразовую тарелочку или вилочку вот поэтому опять же вот достижения достижения успеха в отношениях в отношениях дома отношениях на работе абсолютно во всем это постоянное приложение усилий бояться этого не нужно человек когда говорят постоянно приложение усилий ой я же буду такой уставший я буду такой вымотаный мне не будет времени на себя кстати на мой взгляд одна из причин того что сегодня существует такое явление как child free generation да то есть поколение без детей свободное от детей что это значит свободное от детей люди говорят что я не хочу не хочу прикладывать усилия не хочу рожать ребенка растить ребенка все те сложности и трудности испытывать по этому поводу поэтому я вот живу в свое удовольствие вот и мне абсолютно плевать на то что у меня нет детей ну спорить или соглашаться с этим каждый решает как решает но в принципе когда я пытался попробовать с подобными людьми анализировать а что же все таки является причиной истинной подсознательной причиной того что как бы такой скажем ну центральной в жизни большинства людей процесс как рождение ребенка желание родить ребенка то есть очень я встречаюсь с парами которых это к сожалению не получается они за это очень страдают вот а тут люди по собственному желанию от этого отказываются и обычно подсознательными причинами опять же является страх чего-то недополучить да недополучить счастье так вот ощущение счастья это как раз человек может проживать по-настоящему то есть очень глубоко который будет питать человека который будет давать ему ощущение постоянства этого состояния ощущение счастья это не то сколько там денег у человека есть то есть может быть это человеку приятно но поверьте мне я встречал очень богатых людей которые были очень несчастливы которые деньги не делали счастливыми и не и не даже не те возможности которые дают деньги там шикарные машины шикарные дома там и так далее и тому подобное то есть то что можно купить не делает нас по-настоящему счастливыми то есть нам может это быть приятно очень приятно даже какой-то момент нам кажется что мы бесконечно счастливы особенно если мы этого очень хотели но такого вот продуктивного конструктивного состояния счастья которым ты живешь и оно в тебе существует не какими-то пиками а достаточно постоянно приобрести за какие-то ценности материальные практически невозможно а что да дает человеку ощущение счастья ощущение счастья дает человеку понимание и ощущение того что он занимается своим делом то есть он видит результаты своей своей работы он видит что это других людей каким-то образом делает счастливыми и помогает другим людям и как бы стать стать успешным в этом плане то есть и счастливым можно тогда когда ты получаешь удовлетворение от того чем ты занимаешься ты видишь как это помогает другому потому что есть принцип возлюби ближнего как самого себя принципы из из торе из то что называется христианской традиции ветхий завет возлюби ближнего как самого себя то есть как как-то возлюби ближнего как самого себя ну во первых Возлюби себя, относись хорошо и правильно к себе. Будь милосердным к себе, делай для себя хорошее. Хорошее не только то, что приятно, потому что очень часто приятное может быть вредным, чрезмерным. Например, очень приятно есть вкусную еду, но если ее есть много, то человек начинает набирать вес, и это не полезно для здоровья. Человек может пользоваться какими-то психически активными веществами, как, например, наркотики. Это очень приятно, но мы знаем, насколько это разрушительно. Алкоголь, чрезмерное влечение к противоположному полу. То есть, все это, когда это не в меру уже, то это разрушительно, мы это знаем. А что, да, действительно делает человека счастливым? Когда человек занимается своим любимым делом, он видит результаты своего труда, он видит, насколько это помогает другим и служит другим людям своими талантами, своими возможностями и навыками. И это делает, когда человек видит, что вот он необходим, а в нем есть потребность, то это делает действительно человека счастливым. Я помню, что до того, как я начал учиться у своего учителя, Рава Ефима Свирского, я начал учиться, мне было где-то лет 26. До этого я тоже у разных людей учился. Но лет в 20 у меня было очень удручающее такое состояние, в плане того, что мне не нравилась та работа, на которой я работал. И я тогда подумал, мне 20 лет, мне до пенсии еще там 45 или 47 лет, я уже не помню, до 65 или 67. Я думаю, как же я это проживу-то? Это же больше, чем в два раза, чем я уже живу. Как же я проживу, занимаясь вот этой неинтересной работой? Когда я стал учиться у Рава Свирского и потом вместе с ним стал работать и помогать людям с Божьей помощью, то я поймал себя на мысли, что мое отношение к жизни изменилось. Я помню, я думал, вот сейчас будут выходные, а потом после выходных я, ура, опять вернусь на свою работу и опять буду заниматься тем, что я очень люблю. Вот. И это действительно нам дает ощущение счастья. Теперь. Одна из самых больших опасностей при достижении успеха – это так называемая звездная болезнь. Когда человек считает, что он уже просто воплощение божественности на земле. Это очень опасная ситуация, потому что звездная болезнь – это всегда надменность и всегда гордыня. И это просто, как говорит Тора, что это грех, это разрушительное поведение, когда у человека есть надменность и гордыня. И чтобы этого избежать, чем более успешным ты становишься, нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, это скромность. То есть всегда помни, что ты просто человек и тебе улыбнулась удача, у тебя что-то получается. Ты, слава богу, в отличие от многих, нашел свое место в жизни. Потому что, к сожалению, многие люди так и не находят свое место и живут из-за этого в депрессии и тревоге. Не про кого будет сказано. Поэтому всегда нужно быть очень скромным, не заноситься, не задирать нос, уважать всех и каждого с молодыми специалистами, с начинающими, с молодежью. Вести себя очень корректно, дружелюбно. То есть вот скромность, дружелюбие, порядочность. То есть не надо считать, что если ты прям вот такой признанный специалист в чем-то, да, может быть, даже уникальный, то тебе можно себя как-то неправильно вести. Ни в коем случае. Скромность, дружелюбие, порядочность и трудолюбие. То есть чем более популярным или успешным ты становишься, тем больше нужно вкладываться в продолжение своего успеха и, может быть, и не может быть, а всегда профессионального роста. То есть чтобы быть еще лучше. Это не значит, что должен, опять же, быть перфекционизм и максимализм, которые всегда сопровождаются, являются обратной стороной страха провала. То есть либо все, либо ничего. Нет, это неправильно. Имеется в виду, что нужно стремиться к тому, чтобы еще более качественно проявлять все те наклонности и таланты, которые Творец тебе дал. И, опять же, служить этим, ну, другим людям. То есть любить ближнего как самого себя. То есть ты уже этого достиг. Делись этим с другими. Радуй других людей, помогай им и так далее. Поэтому наша успешность, она должна всегда быть прямо пропорциональна скромности, пунктуальности, человеколюбию. Потому что, опять же, чем более ты успешный, тем больше ты должен уважать других людей. То есть то, что они не находятся на твоем уровне успеха в твоей области, не значит, что они недостойны уважения, не значит, что к ним нужно как-то неуважительно, пренебрежительно относиться. Теперь очень важный момент такой, что, в принципе, человек, сегодня это видно, может довольно успешно тормозить свое биологическое старение через то, что, через свой эмоциональный настрой. Ну, колоссальное количество примеров вокруг есть. Посмотрите на жизнерадостных активных старичков, которые там бегают, суетятся, помогают детям, внукам. Кто-то занимается спортом, кто-то просто неунывающий такой оптимистичный человек. Это все, помимо того, что это черты характера, это еще и привычки, как относиться к жизни, унывать, не унывать. И, по сути дела, чем ты старше, тем ты можешь становиться моложе. Почему? Моложе духом. Знаете, иногда есть люди, я вот помню мой отец, светлой ему памяти, Хроноль Врахам. Он был инженером, доктором технических наук. И вот в Советском Союзе он пытался поступить в 1953 году в Бауманское училище ракетное. Но, разумеется, его тогда не взяли, как говорится, по пятой графе. И, значит, вот, он очень из-за этого переживал и занимался пищевым машиностроением. То есть выучился потом в другом месте на инженера, занимался машиностроением. Вот, стал доктором наук. И когда он приехал в Израиль, уже в возрасте ему было под 60, и проблемы с языком были, и все. Но он настолько упорно сидел и учил компьютерные программы, на которых израильские инженеры работают. Сложнейшие компьютерные программы. Вот. И потом, ну, и обладая незаурядным опытом и, слава богу, способностями, он выдавал потрясающие результаты. В работе настолько, что его пригласили работать в израильскую авиакосмическую промышленность. И большинство израильских спутников, которые сегодня летают, вот, по механические части там у них создавал, у этих спутников. Но почему я вам о нем рассказываю? Потому что вот это вот неунывание, и мы с моим братом помним, и наши дети помнят, что он всегда говорил, нужно до конца, до конца, давай еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, старайся. У тебя обязательно получится. Не получилось сейчас? Давай еще раз попробуем. То есть не нужно биться головой в стену, да, то есть нужно посмотреть, почему у меня не получается. Но все равно стараться не сдаваться. Не сдаваться. И дети даже шутят сейчас, и уже своих детей так воспитывают, что ну давай, давай, как дедушка учил, давай до конца. И отцу очень сложно давался иврит, и ему нужно было делать доклады там перед важными, серьезными людьми, там перед главнокомандующим израильской армии, министром обороны. То есть он работал в авиакосмической промышленности, и он должен был предлагать там какие-то решения, каких-то вопросов. Я ему говорил, пап, как ты с ними будешь говорить-то? Ты же плохо говоришь на иврите. Он говорил, ничего им надо, они меня поймут. И действительно, когда я говорю, ну как прошло, он говорил, вот я там начал им рассказывать, и говорю, вы меня вообще понимаете, о чем я говорю? Они говорили, говори, говори, мы все понимаем. То есть когда человек живет своим делом, и когда вот он вкладывается в это дело, и он профессионал своего дела, то он даже на пальцах может объяснить свои идеи. Я помню, что его преподаватель по научной работе еще в Советском Союзе, я был маленький, когда он защищал диссертацию, и профессор, который его вел, ему сказал, что на защите диссертации там у тебя есть буквально несколько минут, чтобы объяснить, в чем вообще суть твоей диссертации. И профессор папе тогда сказал, вот у тебя есть маленький сын, вот объясни ему за пять минут свою диссертацию. Вот если он поймет, то все поймут, то как бы ты владеешь материалом очень хорошо, и ты сможешь вкратце объяснить, о чем идет речь. Вот. И вот как бы всегда, всегда он, даже когда вот он ушел из жизни несколько лет назад, просто сгорел от онкологии вдруг проявившейся. Вот. И до последнего момента он улыбался, он старался быть жизнерадостным, поддерживал нас. Вот. Вот для меня это пример, и я думаю, что каждый из нас может найти себе такой пример, у каждого есть такие близкие, друзья, которые вот жизнерадостные люди, жизнерадостные, оптимистичные, которые вот стараются всегда видеть хорошее, не сдаются, борются до конца, как говорится. Это всегда очень важно, и подобный подход, он ведет к тому, что человек не раскисает, а наоборот себя подбадривает. Отец мой, он там, ну вот до тех пор, как он заболел, он ушел, ему было 84 года, до 83 лет он каждый день, помимо своей работы, он еще успевал каждый день ходить в бассейн и проплывать полтора километра. Вот. Поэтому вот такой оптимизм и жизнерадостность, и это всегда продлевает жизнь, и потому что сегодня мы все больше и больше понимаем, что наш биологический возраст – это условность. Человек иногда в 20 лет может быть более пассивным, чем 80-летний человек, поэтому в наших руках, как мы себя будем чувствовать с возрастом. Теперь третье правило, которое стоит применять в своей жизни для того, чтобы быть более успешным – это планирование. Планирование и создавание краткого такого одностраничного плана своих действий там, допустим, человек может на год написать себе вот пять пунктов, пять вещей, благодаря которым этот год планируется быть успешным. И потом можно расписать подпункты, подпункты того, как вот в течение каждого месяца ты можешь достигать поставленных целей по каждому из пяти пунктов. Для того, чтобы это было успешно, во-первых, должна быть понятность планирования и понятность планируемых действий. Потому что если ты сам не понимаешь, куда ты стремишься, то чего ты можешь достичь. Помните, как в Алисе, когда она спрашивала у кота, говорила, как мне выйти из леса? Он ее спрашивал, а куда ты хочешь прийти? Она говорила, мне все равно, куда прийти. Он говорил, тогда тебе все равно, куда идти. Потому что если у тебя нет конкретной, понятной для тебя цели, то ты не понимаешь, куда тебе продвигаться. И когда ты создаешь себе такой план, то ты можешь его каждое утро перечитывать, этот план. И он как бы уже будет входить в твое подсознание. То есть тебе будет все легче и понятнее. И легче в действии воплощать этот план в жизни, продвигаться таким образом к своим целям. И получается, что пока среднестатистический человек хлопает глазами, зевает, то человек, который стремится к чему-то, он действует. И такому человеку, который стремится к своей цели, осознанно, не просто вот как сумасшедший там мечется, да, и всех сводит с ума, а именно целенаправленно, нормально, обдуманно, цивилизованно идет к своей цели. То такому человеку никогда не скучно, потому что у него есть цель, у него есть понятные методы ее достижения. И такому человеку не нужно заполнять возникающую сегодня пустоту, пустоту эмоциональную, духовную пустоту, которую кто-то заполняет какими-то сериалами, часто просто копируемые одного с другого. Когда я с детьми смотрю какой-нибудь фильм, им уже нравится, у них просто развлечение такое. Там начинается фильм, и как бы все фильмы, они достаточно однотипные. И я говорю детям, дети, вот смотрите, вот этот герой влюбится вот в эту героиню, а вот этот герой, он должен будет куда-то исчезнуть. Либо, не дай бог, он там погибнет, либо, в общем, его как-то уберут, он лишний герой. И так далее. То есть даю такой краткий курс пророчества, кинопророчества. Они потом говорят, папа, как ты знал, действительно вот так вот так и было, как ты сказал. То есть такая предначертанность и штамповка в искусстве. Люди сидят, смотрят сериалы, участвуют в каких-то обсуждениях в соцсетях абсолютно неконструктивных, непродуктивных, которые просто каким-то образом развлекают, сжигают время, которое можно было бы действительно потратить на что-то полезное. Интересуются какими-то сплетнями, там болтовнёй какой-то и так далее и тому подобное. Просто вот вместо того, чтобы раскрывать, использовать, усиливать свой потенциал и становиться счастливыми, людям кажется, что вот я сейчас там какую-нибудь киношку посмотрю и от этого стану счастливой. Ну, обычно не работает это долго, и тем более очень сложно найти что-то интересное. Теперь. Люди могут сказать, послушай, вот то, что ты предлагаешь, планирование, это же ты себя ограничиваешь, ты себя загоняешь в какие-то рамки. И это сложно, от этого жизнь становится сложной. Я как бы живу, заставляя себя что-то делать. На самом деле это не совсем так. Можно посмотреть с другой стороны на данный подход. То есть планирование и составление расписания на жизнь, по сути дела, дает тебе возможность и силу проживать жизнь на твоих условиях, так, как ты этого хочешь. Не то, как тебя ставят обстоятельства в какие условия, а то, как ты этого хочешь. И опять же, никто не требует от тебя каких-то героических поступков и шагов. Начинай с малого. То есть, допустим, там, ну вот как раз сегодня ко мне приходил пациент, который жаловался на то, что он все время опаздывает. Особенно на работу, там его уже ругают. Я спросил, с чем это связано? Он говорит, мне сложно утром проснуть. Ну и вот мы с ним работали над тем, над мотивацией того, что как бы проснуться там на 15 минут раньше, мы с ним выяснили, что если он на 15 минут будет на 20 вставать раньше, то он будет все успевать. И как бы в первую очередь нужно осознать невыгодность того, что тебе казалось выгодным. То есть ему казалось, что вот если я сейчас еще немножко там полежу, посплю, ну какой ты поспишь, если уже будильник прозвонил, ну там провалишься на 3 минуты, опять нужно открывать глаза. То есть ты все равно не выспишься, ты не надышишься. То есть лучше вот действительно все-таки на эти 15 минут раньше встать и получить от этого удовольствие. Вот мы с ним это проработали на эмоциональном уровне. Посмотрим, что он расскажет по поводу его дальнейших успехов. Теперь, мы сказали, что придерживаться плана. Теперь четвертый принцип, о котором бы я сегодня хотел поговорить. Я думаю, на нем мы сегодня остановимся. Это нужно вот стать безумным, просто сумасшедшим энтузиастом своего дела. Только те люди, которые вот живут, горят своим делом, фанатики своего дела, в хорошем смысле этого слова. Потому что фанатизм может быть разрушительным, а может быть созидательным. Если ты вот как бы постоянно занимаешься своим развитием, достижением своих планов и своих успехов. Вот. Нужно быть просто энтузиастом того, чем ты занимаешься. Потому что иначе верить в это, стремиться еще больше и больше как бы развиваться и делиться с другими. Вот, например, меня спрашивают, как ты вот не устаешь там проводить такое количество лекций, семинаров, индивидуальных встреч. Я говорю, что я настолько люблю, слава Богу, то, чем я занимаюсь, что мне это дает силы, когда я, вот то, что мы с вами сегодня говорили, что когда я вижу результаты, когда я вижу, что людей это радует, что это помогает людям, вот, то меня это делает счастливым и еще больше заводит меня в плане того, что мне хочется еще быть более результативным, более дающим, делающим, передающим другим людям, помогающим им. Вот. И поэтому человек должен себя вдохновлять и себя, и окружающих тем, чем он занимается. То есть, вот, знаете, как спортсмены там, когда я использовал принцип, списал, помню, у хоккеистов, когда, знаете, перед матчем там, ну, команды, они так собираются в такой круг, и они берутся так за руки, там что-то они кричат, подбадривают друг друга, как бы накачивают друг друга такой энергетикой боевой. Вот. И я решил применить этот принцип, после того, что я его понял, что таким образом они пытаются достичь такого эмоционального, духовного единства, да, я решил применить этот принцип в семье. И вот у нас каждую субботу, мы собираемся за столом, отмечаем субботу, и все дети, я их приучил к тому, я говорю, дети, давайте возьмемся за руки, вот мы одна семья, мы любим друг друга, мы вместе, мы любим друг друга, и потом мы вот так сходимся все вместе, и мы с женой их, когда они были маленькие, обнимали, сейчас мы уже все это делаем вместе, уже можем делать вместе, слава Богу, взрослыми детьми, и зятьями, и невестками, и внуками, то есть уже всех обнять сложно, но мы стараемся. Вот, это действительно дает единство, ощущение единства, что вот мы одно единое целое, это очень важно, и в семье, разумеется, и в коллективе, в рабочем, очень-очень важно, и многие компании тратят колоссальные средства на то, чтобы люди чувствовали себя одним единым целым, то есть для этого там работников возят на совместные какие-то развлечения, пикники, экскурсии, устраивают еще какие-то совместные действия, то есть вот помните, как Кот Матроскин говорил, что совместный труд в мою пользу облагораживает, так вот совместная какая-то позитивная деятельность в пользу какой-то цели, да, она действительно, она сплачивает людей и облагораживает тоже. Матроскин в чем-то частично был прав. Вот. Теперь для того, чтобы вот так людей по-хорошему заражать своими идеями, да, вести за собой, помогать людям, как можно сказать, человек должен очень верить, быть фанатом своего дела, и вот тогда есть возможность стать счастливым, как мы уже говорили, что вот не только за счет того, что ты будешь от этого лучше зарабатывать, а именно ощущение, что ты чем-то поделился, вложился в других. И вот в одном из трактатов в, скажем так, еврейской законности, Мишнает, который называется «Поучение отцов», говорится, что человек должен помнить, откуда он пришел и куда он уйдет. То есть все мы когда-нибудь не будем, да, то есть превратимся, из праха пришли и в прах уйдем. Вот. И по каким критериям тебя потом оценят? И вообще, по каким критериям оценивают человека? Насколько, что он сделал как бы для других? То есть не столько, сколько он там съел, выпил, получил удовольствие еще какого-то, да, а именно по критериям того, а как ты улучшил наш мир, что ты сделал для человечества, для других людей. И я очень люблю анекдот, когда идут похороны очень богатого человека, одного из самых богатых людей в городе. И двое присутствующих на этих похоронах, один другого спрашивает, говорит, ты не знаешь, сколько он оставил после себя? Второй ему отвечает, он все оставил. Понимаете, с собой никто не забирает какие-то материальные блага, ни небоснословные деньги, ни шикарные автомобили, и дома, и так далее. А единственное, что как бы оставится после человека, это вот то, что он сделал для других. Вот. Я желаю нам с вами, чтобы у нас это получалось. Мы в следующий раз продолжим говорить о принципах успешности, как это достигать. А сейчас вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Желающие задать вопросы, вы скажите. Не стесняйтесь. Вопрос, не знаю, может быть, немножко не по теме. В продолжение того, что не надо желать быть как кто-то, например, какой-то знаменитый скрипач, у которого, может быть, жизнь не очень счастливая. Возможно ли, желая быть как кто-то, притягивать и весь тот негатив к себе тоже? Разумеется. Разумеется, потому что, во-первых, есть принцип зеркала, то есть то, чего ты хочешь, вернее, то, что ты проецируешь в мир, то тебе мир отражает. То есть, если ты просто завидуешь кому-то или чувствуешь свою неполноценность по сравнению с кем-то, хотя она абсолютно нелегитимна, неправильна, это неправильное осуждение, что ты неполноценен, если ты не такой, как кто-то, кто вот тебе нравится, то, безусловно, это притягивает негатив и вызывает недовольство, и как результат мир тебя отражает еще больше негатив, то есть идет накрутка такого негатива. Поэтому, кстати, очень часто те люди, которым все хотят подражать, например, какие-то, как сказать, селебрити, это популярные, да, популярные там актеры, еще кто-то, кто очень популярен. Посмотрите, эти люди очень часто их сложно назвать счастливыми, потому что у меня дети были в шоке, мои сыновья, им очень нравился киноактер Стивен Сигал, какой он герой там в своих фильмах, он один освобождает целый военный корабль или там еще что-то такое, но при этом он ходит по жизни, я им показал, что он ходит с четырьмя телохранителями, они были в шоке, просто, то есть, как такой супергерой, как это так, он ходит с телохранителями, известные там певцы тоже ходят с телохранителями, боятся за свою жизнь, очень часто настолько как бы их надрываются на просто непосильном труде, что там уходят в какие-то наркотики, еще куда-то, то есть, очень часто эти люди очень-очень несчастливые, а всем кажется, что вот если он такой популярный, если его все слушают, у него замечательные такие там песни или роли, то вот я хочу быть как он, то есть, не всегда то, как это выглядит, является тем же на самом деле в плане действительности, поэтому негатива можно набраться, лучше искать себя, познакомиться с собой, искать себя и быть счастливым с самим собой и давать это счастье другим, только так это работает. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Работа как бы очень нравится, да, все хорошо, но в последнее время оплата всегда изменилась, то есть, была одна оплата, намного уменьшилась и мотивация как бы снизилась, при этом объем работы увеличился. В таком случае, как вы думаете, ну, как бы, материальная сторона, она же тоже очень важна, когда ты отдаешь, хочешь получать достойную оплату? Безусловно, безусловно, смотрите, ну, тут очень такой емкий вопрос, здесь очень много факторов, может быть, ну, во-первых, насколько человек чувствует, что ему полагается, да, что полагается ему за его труд, например, меня спрашивают, как бы, цены, которые я беру за свои услуги, они, ну, скажем так, выше среднего на рынке подобных услуг, и когда меня спрашивают, а почему вы берете вот больше, чем другие, я всегда в шутку отвечаю, деньги нужны, да, вот, а на самом деле, я проводил этот эксперимент на себе, что тебе платят, хотят платить столько, насколько ты чувствуешь, что вот ты стоишь, да, там, твои услуги или еще какие-то продукты, которые ты продаешь в своей деятельности, вот, и часто бывает, что вот человеку там понижают зарплату, опять же, не знаю, как там всех тонкостей, сложно вам что-либо сказать, но как бы если человек, если вы чувствуете, что вы, вам полагается больше и хотите этого попросить, то когда вы будете просить, вы должны знать, что если вам откажут, то у вас должна быть смелость сказать нет и уйти, потому что это взаимосвязанные процессы, то есть сказать, вы знаете, я хочу больше зарплаты, если скажут нет, то скажи, я ухожу. Вопрос, готов ли человек к подобному подходу, потому что там плакать где-то в уголке, что меня обидели, это поведение жертвы, это непродуктивно. Более продуктивный подход, как бы, если вы чувствуете вот внутри себя, что вот я уверен, что мне полагается больше, не просто там, а я вот сейчас как пойду, как скажу, да, ты можешь сказать все, что ты хочешь, но если у тебя нету этой уверенности внутри тебя, то это мало чем поможет, и такому человеку, кстати, которого нету этой уверенности внутри, ему легко отказать, понимаете, потому что он не проецирует в мир эту уверенность, а проецирует как раз неуверенность. Поэтому, если вы чувствуете, что вы могли бы вот попросить, и вы чувствуете, что вам полагается, вот действительно чувствуете, не со страхом боитесь, а вдруг мне сейчас откажут. А вот вы чувствуете, что мне полагается, я не буду за меньшие деньги работать, потому что я стою больших денег. Вот. Тогда у вас есть шанс чего-то добиться. Здесь, получается, мне не определяют оклад. Эта система оклада труда у нас такая для всех одинаковая. Я просто работаю по договору. Я не работаю штатным сотрудником. Я не штатный сотрудник. И поэтому здесь у меня либо я работаю и продолжаю это делать, то, что мне нравится, и получается это 3-4 раза меньше, чем раньше. Либо я... Во сколько раз меньше? 3-4 раза. Ничего себе. Кошмар, грабеж. Да, и здесь, получается, как бы непонятно. Вот вроде бы и нравится. И в то же время думаю, сейчас уйду, пожалею. А ребенок, ну, как бы... У нас же у нештатных работников график такой свободный. То есть, со свободным графиком работать на нити очень сложно. Вот. Смотрите, ну, либо искать параллельно работу какую-то. потому что для того, чтобы чего-то добиться, нужно быть готовым, что у тебя не получится. Но не бояться этого. Понимаете? Если вы настроитесь на то, что вот будете просить, молиться, просить, чтобы вот Творец, пошли мне работу, чтобы я могла достойно зарабатывать там на жизнь, на семью. Да. И пока у меня есть эта работа, значит, я работаю на этой работе, но я начинаю искать более оплачиваемую работу. И все. То есть, как бы продумать эти шаги. Окей. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще есть вопросы? Не всегда один короткий. Да. Не знаю, короткий или нет. Как вашему учителю удалось превратить нелюбимую работу в любимую? Я не понял. Вы говорили, в 20 лет вам работа ваша не нравилась. И вашему учителю... У меня была другая работа просто. Просто другая работа. Когда я начал учиться у своего учителя Рава Свирского, то я стал заниматься тем, что он меня учил. И эта работа мне уже нравилась. Теперь, как нелюбимую работу превратить в любимую? У нас есть еще несколько минут? Я могу... Несколько минут есть, да. Есть. Очень хорошо. Я вам приведу пример из своей практики. Ко мне... Очень яркий такой пример. Ко мне как-то пришел солдат, один служащий в израильской армии. И у нас солдаты, которые не находятся на боевом дежурстве, если они там относительно недалеко от своего дома, там в часе, в двух езды, то они могут каждый день возвращаться домой даже. И вот этот солдат, он выполнял такую службу офисную, то есть он там был, по сути дела, служил в офисе, в армии. И прапорщик, который был его непосредственным командиром, не взлюбил его, потому что парень этот был скрипач, такой, знаете, вот очень тонкая натура. ему было очень скучно выполнять его работу, и прапорщик решил его проучить и сказал, тебе не нравится перебирать бумажки, пойдешь мыть туалеты. Ну, этот такой человек искусства, он такой, я просто на себя руки, не дай бог, наложу, я с собой что-то сделаю, я не могу, это так омерзительно, так противно, так унизительно. И я ему сказал, я говорю, смотри, в любой работе можно найти какие-то преимущества и относиться к ней как к чему-то очень важному. Я ему сказал, я говорю, понимаешь, вот, ну, солдатские туалеты, как бы, чистота, залог здоровья, я говорю, при том, тут с тобой в офисах служат девушки-солдатки у нас в Израиле, девушки тоже идут в армию, и даже есть такое явление в армии, что у девочек начинаются проблемы с там, мочевой системой, в общем, с выделительной системой, да, потому что девочки там терпят, чтобы не ходить в туалет, потому что там грязно, им неприятно, девушки более чувствительны к этому, ко всему, вот, и начинаются проблемы со здоровьем, я говорю, ты понимаешь, вот, убирая туалеты так, как надо, ты, по сути дела, можешь спасать здоровье там, ребят, девушек, да и просто делать для людей приятное, что вот приятно зайти в туалет, там, ну, всем понятно, все взрослые люди понимают, что это значит, и он, знаете, так воодушевился, через несколько дней, я ему говорю, ты мне позвони через несколько дней, расскажи, как там, что у тебя происходит, и он мне позвонил через несколько дней, говорит, вы представляете, я вот решил, если мыть туалеты, так мыть как следует, пошел даже за свои деньги, купил там какое-то моющее средство, и так отдраил эти туалеты на своей базе военной, а служил он в таком месте, где несколько баз, они вот так вот прилеплены друг к другу, в центре страны у нас такое место есть, что все просто обалдели, и высшие офицеры стали говорить, а кто это так туалеты убирает, то есть до этого тоже там было относительно чисто, но сейчас просто все блестит, он говорит, у меня теперь из унитаза вообще там обедать можно, и ему значит дали похвальную грамоту, его прапорщик позеленел от ненависти, да, и сказал, что я тебя все равно как-то, я тебя прищучу, в это время он решил, говорит, а я пошел на соседнюю базу, и говорю, вы знаете, можно я у вас туалеты помою, они говорят, может тебя к психиатру послать, чтобы человек сам пришел проситься мыть туалеты, они говорят, ну давай, они, он у них тоже помыл туалет, он говорит, вы знаете, это так интересно, ты моешь, все становится чистое, блестящее, унитазы белоснежные, ну просто, говорит, такое удовольствие, ему с этой базы тоже благодарственное письмо написали, значит, прапорщик уже стал, я не знаю, какого еще там, уже коричневого цвета, а он, этот парень, он все время страдал из-за того, что ему очень долго было ехать домой после работы, ну прапорщик ему сказал, значит так, завтра будешь красить разделительную полосу, на внутренних дорогах, на базе, но он опять, он говорит, как вы меня учили, я решил, что вот, ну меньше будет аварийных ситуаций, польза для других, он говорит, я такие красивые полосы накрасил, на эту тему у нас есть анекдот, как одному дали красить разделительную полосу, он в один день покрасил километр, в другой там 200 метров, в третий день 10 метров, его спрашивают, что ты так, куча снижается, результативность, он говорит, до ведра с краской, все дальше и дальше ходить, он его не с собой нес, а ходил к нему, вот, так а этот красил разделительные полосы, говорит, мне так понравилось, так красиво, белой красочкой, так вывожу, мне все там приветствуют, говорят, спасибо, теперь видно, как ехать, значит, прапорщик на него настолько разозлился, что сказал, что он требует его перевода на другую базу, и его перевели на другую базу, эту базу видно у него из окна, и до базы ему теперь не два часа на автобусе было ехать, а там, он сказал, что три минуты пройти пешочком, рядом с тем местом, где он жил, была база, на которой его перевел злой прапорщик, понимаете, мне кажется, это очень такой наглядный пример, когда человек любую ситуацию, любую работу в своей жизни воспринимает, как возможность проявиться, и самое главное, сделать для других что-то хорошее. Вот. Саша, тебе огромное спасибо и за очень важную лекцию, и особое отдельное спасибо и от меня, и от всех за столь блистательный, яркий и живой пример, того, вот о чем говорилось. Как я понимаю, это был в действительном случае, это не то, что было прочитано. Разумеется. Разумеется. Вот великолепный пример. Да. Вот. В следующий раз, с Божьей помощью, продолжим с вами эту тему, как достигать успеха в жизни. Всем всего самого хорошего. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok